Неужели вы думаете, что мы глупые и дурные люди? Мы все понимаем. И в Кизилер мы операцию там организовали исключительно потому, что там был военный объект. Там был военный объект. Мы не могли по-другому, потому что вот сейчас видите, сегодня все возмущаются. Почему чеченцы там совершили боевую операцию на территории Дагестана? Почему вы до сих пор не возмущались? Почему с территории Дагестана обстреливают чеченское население? Вот почему об этом? Вот тогда почему никто не возмущался? Почему тогда никто не требовал? Давайте вывезти военную базу с территории Кизляра. Они уничтожают наш братский мусульманский народ. Мне сейчас говорят, мы же братцы мусульманы. Как ты можешь на территории братцы мусульман? А как вы можете на территории мусульман держать военные базы против своих же братьев мусульман? Вот так все это взаимосвязано. Давайте не будем углубляться сейчас в этих спорах. Я вас убедительно прошу, если вы действительно заинтересованы в вызволении своих людей из заложников, значит, примите те меры. Сюда сделайте живой щит вокруг села, чтобы по нас не открыли штурмовый огонь, потому что в противном случае мы вынуждены будем обороняться, будем вести боевые действия. Значит, в селе Первомайском, если кто не знает, находится свыше ста человек мирного населения, свыше ста человек мирного населения, которые вообще не хотят на себя уходить. Неужели вы не представляете, что вы уже этих людей тоже ставите в ранг заложников? Вы убьете российские федеральные войска, и нас убьют, и этих заложников убьют, и этих мирных жителей убьют, и полностью стырут с лица земли. И это село Первомайский, потому что мы вынуждены обороняться. Мы это делаем вынужденно, но я еще раз заявляю, значит, нас испугать не надо, значит, мы не испугливы, мы смерти не боимся, значит, во всем этом виноват Магомедов. Требуйте у Магомедова исполнение своего мужского слова, и все завершится мирно. Магомедов имеет реальную возможность сегодня нас, если он хочет, действительно, довезти в Чечню, и мы всех мирных людей отпускаем. Значит, не хотят они этого, значит, хотят войны, значит, я не знаю. Я не советую воевать, это ненужное кровопролитие. Мы готовы сегодня принять любой бой от российского вооруженного силы, любой. Поэтому и впредь я заявляю. Значит, я дальнейшие переговоры, и руководители, значит, боевых подразделений, мы договорились, дальнейшие переговоры мы будем вести только с председателем государственного совета Магомедовым, с которым мы и начали переговоры. А так, если там кто-то хочет, министр МВД, там встретится, министр по делам национального, мы направим к ним соответствия своих представителей. Вот такова ситуация. Вы все поэтому поезжаете к Магомедову и требуете у Магомедова заложников. Требуете живыми своих людей, родственники, соплеменники, земляки. И эти заложники остались в Пермайском исключительно по линии Магомедова. Вот у Магомедова требуете. Пусть Магомедов приезжает, договорится, уже двое суток идет. Значит, эти заложники тоже не... Ну, мы их не притесняем, но они все равно, заложники, это же несвободные условия. А Магомедов до сих пор не радует с нами, не соизводится в Третьих. Не радует. Поэтому, если он глава республики, почему он так, значит, бросил 200 своих соплеменников, 200 граждан? Неужели наш проезд, 4-500 боевиков, значит, неужели этот проезд дороже жизни 200 людей? Как это все делается? Ради каких-то политических интриг они подставляют мирных людей и потом нас обвиняют в этом. Вот так. Значит, еще раз приношу извинения, что я много говорил. Значит, если же единственное, значит, сейчас добавить тому, что я сказал, значит, командующий Юго-Восточного направления, полковник Истрапилов. И он тоже нашу общую позицию, наши общие взгляды, наши общие требования, он добавит. И давайте послушайте нас и сделайте из этого вывода. Я вас убедительно прошу. Один фактор в том, что это была не диверсионная акция, а чисто направленная против уничтожения народа Дагестана. Это была войсковая операция, потому что в этой операции участвовали два командующих фронта. Ни одного командира диверсионного подразделения там не было. Поэтому я вам еще раз заявляю, что это было направлено против России, не против народа Дагестана. Нашей главной задачей было уничтожение вертолетной базы, авиабазы и войсковой части. Так как по нашим данным туда должно было поступить оружие, также в скором будущем там должен был в военной базе где-то в этом районе располагаться фильтрационный лагерь. Поэтому была проведена войсковая операция, но в связи с тем, что у нас были ранены и с тем, что расцвело, обратного хода не было, потому что когда мы направлялись в населенный город Кизляр, по всем инстанциям российских постов передавали, что Исрапилов направляют с трехсот боевиками на территории Дагестана для совершения террористического акта в России. Это так передавали. У нас есть записи с этого же радиостанции. Мы его записали еще до того, как еще прибыли в Кизляр. Так что, уважаемые дагестанцы, братья-мусульмане, я вам еще раз, я хочу попросить вас, не поддавайтесь в эту авантюру, не поддавайтесь. Это неправда, это ложь. Все ваши заложники, я их даже не хочу называть заложниками, это наши братья и сестры. Они находятся в прекрасном состоянии. Тот, кто хочет убедиться, может прислать своего представителя, представителя митинга, Вот. Единственное наше требование, это сопроводить нас в населенный пункт Новогрозный. Эти требования не выполнены вашим же президентом. Он подставил не то, что нас, и не то, что вот этот маленьких людей, которых вообще ни во что не считает этот ваш президент. И свое правительство тоже. К нам вот, как Салман Радуй сказал, что вот предъявляет претензии, якобы мы дали пощетину Дагестану. Нет, пощетину дала Россия тем, что обстреляла правительство Дагестана. И это говорит о том, что Россия абсолютно не считается с правительством Дагестана и не с дагестанским народом. Это еще раз Россия показала свое натуральное лицо. Вот что показала Россия. И сейчас она хочет показать именно то. Сегодня именно хочет штурмовать, потому что им невыгодно было выпустить боевиков отсюда. Правильно, естественно. Потому что они опасные, они несут правду людям. Мы вам ответственно заявляем, если у нас не будут представители Международной Организации Красного Креста, также иностранные журналисты, также представители по правам человека. Мы готовы принять бой. Готовы принять бой. И я вам заявляю, что ни альфа, ни бета, ни гамма, ни одно подразделение просто так этот населенный пункт не возьмет. Потому что Аллах велик, и Божий закон еще никому не было дано, чтобы его кто-то нарушил, кроме Всевышнего. Так что запомните, дагестанцы, у ваших некоторых коллег, то есть высшестоящего начальства, сегодня, сегодня Аллаха заменил Ельцин, а Коран заменил Кодекс Российский. Так что не поддавайтесь этому. Эти марионетки, которые продались России, они работают, работают на них. И стараются, стараются столкнуть нас с вами. Так что не поддавайтесь этой авантюре. Сомандующий Юго-Восточного фронта, полковник Исрапилов. Лампочка, включи светлое. От арт-обстрелов еще светлее. Так что воины Аллаха всему привыкли уже. Салман, вы расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Чем вы занимались до войны, и как для вас началась война, почему вы стали воевать? О себе немножко сказали. Ну, о себе я так особо не хочу рассказать никому. Я, значит, до войны работал главой одного из районов Чеченской республики, Ичкерия. Значит, я всегда мечтал о мире. Я сам по образованию экономист. Учился где-то 7-8 лет. Потратил, чтобы закончить два института экономических. Потом, значит, аспирантуру мечтал всегда об экономическом развитии нашей республики. Вот, значит, Российская Федерация навязала нам войну, агрессию, и вынудила нас, многих Чеченцев, тысячи тысячи Чеченцев, взять за оружие. И практически она сделала нас сегодня боевиками. Вот так, значит, коротко. А ваша семья сейчас в Чечне находится? У вас среди родственников есть пострадавшие от войны? Среди родственников есть пострадавшие. Остальные родственники находятся в Чечне, некоторые за пределами Чечни. Значит, конечно, они все не в безопасном месте, потому что, значит, для них и как для родственников многих полевых командиров, командующих, представителей военного командования, им всегда угрожает, значит, преследование российского, значит, российских спецслужб. Поэтому, меру возможностей мы тоже будем пытаться защищать и родственников, и себя от ненужных таких вариантов исхода. Вот так. Подскажите, пожалуйста, что вас заставило пойти в Кизляр, на Кизляр? Какие цели вы ставили перед собой? Значит, я и вчера, и позавчера, и многим журналистам объяснял, вот сейчас российские свиста массовой информации представляют все иначе, как всегда. Когда мы на территории Чечни ведем боевые действия, скажем, вот, к примеру, с 13 декабря по 21 декабря, вы, может, слышали, в Удермесе шли ожесточенные бои. Это как раз было мое подразделение, я командовал боями в Удермесе. За 8 дней мы, значит, нанесли такое сокрушительное поражение российским оккупационным войскам. Значит, по минимальным, значит, подсчетам мы уничтожили там свыше 3000 солдат и офицеров русской оккупационной армии. До 80 единиц бронетехники сбили три вертолета. Нас взяли огромный трофей оружия. А по телевизору передавали первый день, там два убитых, три с половиной ранены, как всегда. Какой бы бой ни проводишь, они передают один убитый, полтора ранены. Врут, эти средства массовой информации, врут. Здесь у нас, в Кизляре, были с нами пленные из гудермесской операции. Значит, что заставило нас, значит, совершить боевую операцию в Кизляре? Значит, в городе Кизляре дислоцируется вертолетная база. По крайней мере, дислоцировалась до 9 января. 9 января, значит, этого года в результате нанесенного массированного удара мы полностью уничтожили эту базу. Там, ну, к большому сожалению, там не много оказалось вертолетов. Всего три вертолета, несколько единиц бронетехники и до 100 человек личного состава охраны аэродрома. У нас, значит, почему именно 9 числа мы атаковали эту базу, я объясню. У нас работают свои источники, значит, своя разведка. И получили мы ориентировку, что 8 января на вертолетную базу города Кизляра прибывает, значит, 8 военно-транспортных вертолетов и с большим арсеналом вот этих ракет-нурцев. Это перевалочная база. Туда прилетают, садятся эти вертолеты, потом оттуда по всем вертолетным подразделениям группировки Российской войны Чечни распределяют эти нурцы. Чтобы с каждым вертолетным, значит, подразделением отдельности не вести боевые действия, мы решили уничтожить эту базу и решить эту проблему. Было очень трудно, потому что надо было туда отправить мощный диверсионный отряд. Надо было проникнуть сотни, ну не сотни, но огромные территории надо было, причем очень хорошо укрепленные территории. Мы прекрасно знали, что против нас стоят больше двух-трех тысяч человек личного состава вооруженных сил России, значит, причем там по некоторым признакам, так как нас было много, за 500 боевиков, мы не смогли, значит, обеспечить полную скрытность и, значит, внезапность этого диверсионного удара. Как-то ушла немножко, значит, информация, и в день, значит, мы, когда мы въезжали, за день даже, когда мы въезжали к Кизляр, там на постах, блокпостах передавали ориентировки. Диверсионный отряд, фамилию называли мою, под командованием Радуева, движется в глубь Кизляра, то есть глубь Дагестана, там для совершения террористического акта. Когда мы тронулись одного перевалочного места, даже, значит, мы у нас, единственное, что нам сильно помогло, это то, что у нас была сильная аппаратура радиоразведки. Мы имели радиоперехваты одновременно на восьми блокпостах российских войск. Сразу расшифровывали их кодовые, значит, передачи. У нас были специалисты, русские специалисты, которые мы раньше пленили. Они знали все коды, все возможные варианты по связям, лучшие специалисты. Нам все полностью выдавали информацию. У нас с собой была станция космическая, сегодня есть станция космической связи. Оперативную информацию передавали туда, куда необходимо. Значит, потихоньку колонной, значит, восемь единиц машин двигались на территорию Кизляра. Следствие, вот сейчас многие, вот я один раз видел, рассказывали, что там Ельцин ругал генералов, как они, мол, так, такую территорию пришли, столько блокпостов проехали, да еще два-три поста уничтожили и еще не успели там передать информацию о том, что движется диверсионный отряд Кизляр. Но я и не хочу особо обвинять российские войска. Это я так отношу. Это они абсолютно не виновны. Значит, мы сделали предварительно хорошую разведку. В таких случаях я готов признать и противника, каким он не был. Значит, этим случаем, в таком случае я считаю, что не противник виноват. Мы проявили более, значит, ловкие, значит, возможности и проникли на территорию города Кизляра. Свободно на, значит, на восьми единиц автотранспорта. Буквально, значит, подъехали к военной авиабазе, значит, вертолетной базе. Буквально за 40 минут мы нанесли массивный удар, полностью уничтожили эту базу. Уничтожили там три вертолета, там два или три единицы бронетехники и до 100 человек личного состава. Я говорю по каким-то, ну, я не знаю по каким причинам, того, что там нам, ну, мы должны были найти, того, этого не было. Там не было восьми вертолетов. Может, по трем причинам, я сегодня не могу пока, значит, выяснить, почему так прежде шло. Во-первых, может быть, пошла утечка информации, или, может, нас специально туда завели, дав нам ложную, значит, ориентировку. Возможно, это тоже, потому что источник был из вооруженных сил России, который на нас работал. Ну, мы выясним потом, там, тот, кто останется жив после этой операции, если даже мы все здесь умрем, там у нас остались еще боевые отряды. Вот они, значит, разберутся с этим источником. Во-вторых, значит, могла пойти утечка от нас информации, предупредили, поэтому не прилетели, может быть, испугавшись, что мы нанесем удар. И в третьем варианте, просто, видимо, могли и не успеть туда прилететь, именно в этот день. А мы ждать, значит, за 500 человек, сесть к изляре, незамеченным ждать, пока прилетят вертолеты, мы, естественно, не могли. Поэтому, ну, посчитав, что для нас, для большой такой команды, три вертолета – это мало, мы решили попутно и снять войсковую часть, гарнизон военных городок. И этот городок находится 100-200 метров от больницы. Мы вариант там захвата заложников, значит, во время боевой операции не планировали. Но говорить, что там вообще не планировали там где-то захватить больницу, это было бы каким-то вот там уловками, трюками. Я говорю чистую правду. Больницу мы предусматривали как самый экстренный, самый такой, уже когда у нас нет другого выхода, значит, когда проваливается вся операция. В таком случае интересовая самозащита мы вынуждены были захватить эту больницу. Тем более, значит, милиция, значит, оказала сопротивление. Единственное, там, значит, милиция не из своей республики, но надо отметить, что единственное, кто там нормально поработал, это городская милиция города Кизлярин. У нас после этой милиции первые жертвы, первые раненые, поэтому мы вынуждены были зайти в больницу. Там передавали посредством массовой информации, что мы захватили больницу, роддом, а в это время мы контролировали больше половины города Кизлярин. Больше половины города Кизлярин. Значит, полностью авиабаза уничтожена, там механический завод, где маленькие самолётки делали, там мост через Терек. Единственное, что правду сказали, что чеченские боевики контролируют снайперами мост через Терек. То есть Терек разделяет город на две части, одну часть города мы полностью контролировали. Значит, у нас в руки к нам попало свыше трёх тысяч заложников. Сейчас многие пытаются там муссировать разного рода слухи, там домыслы вокруг этой операции. Так как операция была боевая, войсковая операция с главной целью уничтожения военного объекта. Исключительно поэтому мы и отдали трёх тысяч заложников. Если бы мы не отдали трёх тысяч заложников, мы бы сегодня, наверное, чувствовали себя намного спокойнее с тремя тысячами заложниками, чем сегодня с этими трёхсот заложниками. Вот сейчас пытаются нас, там, обвиняют, что террористы, там, мирористы убивают мирных людей, там, Дагестан. Мы никого абсолютно не убили. Всех. Даже вот, значит, у нас есть информация после того, как мы вышли оттуда. Русские войска специально расстреляли людей мирных. Значит, есть ориентировки, там сейчас говорят. После этого начали тогда бить, из пушек бить начали, из снайперов начали. С чего? Вчера даже буквально передают, что до сих пор чеченские боевики окажут сопротивление снайперами в городе Кизлянец, когда там никого у нас нет. Уже мы ночью, утром, уже под утро вышли, они передают, что там до сих пор идут боевые действия. Значит, поэтому, вот поэтому, задача была, значит, нанести боевой удар по вертолетной базе. Мы боевую задачу выполнили. Значит, мы прекрасно осознаем, что мы делали, что мы сделали. Мы, нас сейчас пытаются пугать, там, родственников расстреляют, там, нас уничтожат. Да ради бога, нам все равно где умереть. Мы, смертники, солдаты, генерала Дудаева, мы выполняем приказы Дудаева. Нам умереть, выполняя приказ Дудаева, мы считаем для себя самой святой мечтой. Выполняя указ, приказ главнокомандующего президента, это самая святая мечта. Что может быть святее этой мечты? Поэтому нас не надо сейчас пугать, что там расстреляют родственников. Да если всех родственников приведут и поставят там, мы уже, значит, уже второй год воюем и неиспугливо. Значит, ради освобождения Чечни от российского ига, ради свободы и независимости мы готовы пойти на любые жертвы. На жертву всех родственников и даже на самопожертвование. Поэтому мы сейчас предложили, вот сейчас к нам не допускают иностранных журналистов. Специально не допускают с тем, чтобы они сейчас хотят кровавую здесь развязать, значит, такую трагедию здесь. Штурмом нанести удар, значит, ликвидировать всех заложников. Иначе в противном случае полностью село находится в наших руках. Значит, после того, как нам устроили эту подлянку под Пермайском, хотя была гарантия Черномыльдина и главы республики Дагестан, что нам обеспечит беспрепятственный проезд на территорию Чечни до поселка Ойсар. Значит, такая у нас есть письменная гарантия, подписанная Магомедовым. Они устроили нам, грубо говоря, так подлость, не выполнили свое слово и где-то там, это самое, там, под разными таблогами, что там мост взорвали через реку, никакого моста не взорвали. Мы ехали в сопровождении, значит, заложников, там 160 заложников было и 20-25 человек, гарант, в карте гаранта, это представители власти Дагестана. С милицейское сопровождение, сзади нас сопровождала боевая единица, значит, российских войск. Вертолетами взяли, без всякого обстреляли колонну. Вот как нагло себя ведут, никакого слова и никакой веры. Значит, мы поверили, в принципе, сейчас, как бы ни было, если мы сегодня, может, нас кто-то считает террористами, кто-то нас считает диверсантами, кто-то нас считает, вообще, может, бандитами, извергами, варварами. Как кто хочет, так и считает, например. Меру своего понятия. Мы себя считаем воинами Аллаха. Мы ведем святую войну, значит, за независимую свободу своей республики, своего государства. Поэтому, как бы ни говорили это, то мы готовы сегодня, если наши требования не будут выполнены, значит, российской и дагестанской стороной, сторонами, значит, мы готовы принять здесь решающий бой. Мы об этом вчера заявили. Значит, принять здесь смерть. Но в этом случае, в этом селе находится очень много... Ну, извините, что я долго говорил так, потому что вся эта распадка, вся эта распадка настолько важна, что каждая мелочь, деталь определяет, в принципе, и правильно, и вообще, для понятия, и неправильную сторону. Вот так. Все это, значит, сейчас нас пытаются там где-то противопоставить чеченцев, дагестанцев, там, муссирующих, что мы там, Ельцин тоже специально, так говорит, чеченцы вторглись в аварию, хотя нет такой республики аварию. Значит, потом аварию собирается резать чеченцево, сюда, сюда, значит, запугивает нас. Если вы это не сделаете, то не сделаем. Значит, настоящий момент, такова ситуация. У нас в руках находится свыше 160 заложников, которые мы вывезли из Кизляра. Сейчас говорят, что мы их незаконно везли. Я задам один маленький вопрос, и это, если немножко здравомыслящему человеку должно хватать, для логического мышления и определения для себя. Если бы мы не по договору вывозили этих заложников, так неужели нас выпустили бы из Кизляра? Почему-то нас выпустили из Кизляра 160 заложниками, почему-то нас выпустили, дали возможность нам ехать до границы Чечни, а там, когда что-то у них не получилось, значит, они уже предъявляют. Мы их остановили, потому что они не имели права. Надо было тогда нам предъявить Кизляре. Вы не имеете права, вы отсюда не выезжаете до тех пор, пока вы не оставляете этих заложников. Вот видите, как подло поступает. Эту подлость нам устроил премьер-министр России и председатель Госсовета Дагестана Магомедов. Поэтому я ответственно заявляю, я за смерть свою и своего подразделения абсолютно не беспокоюсь. Нам все равно где умереть, что здесь в Дагестане, что там в Чечне. Но единственное, если российское руководство, значит, в лице Черномырдина, который устроил вот эту подлость и подставил этих заложников, подставил дагестанское руководство, я уверен, что дагестанское руководство стремилось разрешить вопрос мирным путем, но Россия не позволила это сделать. Значит, вся ответственность за смерть, значит, 160 заложников, плюс в этом селе находится более 100 человек, которые фактически стали опять-таки нашими заложниками. Когда начнется штурм, естественно, будет им попадать тоже, естественно, уничтожить это село. Значит, здесь будут разрушения, будут смерти, значит, будут жертвы, как с нашей стороны, как и, причем, даже будут жертвы среди войсковых подразделений. Мы же тоже, значит, без боя мы же не сдаемся и не умираем сами, стреляя в себя. Кроме того, когда нас, значит, нам устроили эту подлянку, грубо говоря, значит, после этого мы вернулись в село Перобайское, захватили здесь блокпост, пленили здесь еще 37 сотрудников милиции, не солдат. Значит, сейчас российские средства массовой информации передают в новосибирский ОМОН. Вот это, почему это делают? Чтобы не продать, значит, такое большое значение. Это ОМОН, это там подразделения, которые обязаны, это не ОМОН. Я вам сейчас это не отпускаю, я вам сам, я организую встречу с этими, называемыми ОМОНомцами. Наши вчера передавали по времени, по вестям, значит, ОМОН, они захватили 37 человек. Это не ОМОН, это милиция новосибирская, сводный отряд новосибирской милиции. У каждого из них дома есть семьи, жены, дети, если возможность, значит, передайте там, пусть новосибирский узнает, вот этих 37 человек тоже правительство России подставило, практически отдало нам, без боя, никакой команды мне отдавали. Мы без единого выстрела полностью разоружили этот блокпост, захватили у них крупный арсенал оружия, где-то 30-40 единиц автоматического стрелкового оружия, гранатометы РПГ-7, много выстрелов, много боеприпасов. Вот сейчас я вам покажу это, люди, они сами объясняют вам. И сейчас они вот муссируют, как бы уничтожить всех, и как бы не ответить перед, значит, родственниками, семьями вот этих уничтоженных людей. Поэтому еще раз я откровенно и открыто, ответственно заявляю. Наши последние требования, мы не выдвигали никаких политических требований, так как выполняли боевую задачу. Не требовали там вывода войска, не вывода войска, что там требуем, не требуем, это, значит, пустые требования. Сколько требовали. Значит, мы что сейчас требуем? Коль нас считают террористами, значит, мы, естественно, требуем. Что? Первое, значит, нас в качестве гранта нам дали делегацию руководства Дагестана во главе с первым заместителем председателя народного собрания. Там был первый замминистра МВД, генерал Беев, министр по делам национальности, министр водного хозяйства, там члены госсовета, депутат Российской Федерации Госдумы от Дагестана Гамидов. Эти люди взяли, бросили своих 160 заложников, сбежали сами, подставили нас и своих людей, и сейчас они требуют, чтобы мы их отпустили. Мы требуем немедленно, чтобы эта делегация вернулась, потому что по договору эта делегация должна была с нами поехать в ОИСХ, посолок Новогрозовский. Если хотим, давай по-справедливому. Давайте, значит, дайте нам эту делегацию сперва, раз. Значит, нас, нам предлагают, вы сперва отпустите военных, пленных, 37, оружие им отдайте, потом мы звоним Москву, там, туда, сюда идти, хотят с нами игры играть. Значит, этих сотрудников тоже мы не отдаем сейчас. Это нам должна быть дополнительной гарантией, дополнительным щитом для нас будет. Оружие их тоже мы с собой берем. Дайте нам иностранных, возможно, сопровождение иностранным журналистам, это будет тоже своего рода сильная гарантия. Они абсолютно, значит, для них гарантия будет, что иностранных журналистов они не будут стрелять, потому что это уже международный скандал. Нам сопровождение иностранных журналистов, сопровождение, значит, организации, значит, иностранных, международных организаций, типа Красного Квиста, значит, врачи без границ и так далее. Твердые гарантии. И, значит, гарантии, заверенные главой республики Дагестан Магомедовым и, значит, председателем правительства России Черномырдин. В противном случае мы вообще отказываемся отсюда уехать, и мы готовы принять бой. Поэтому я заявляю, я вас убедительно прошу, доведите до мировой общественности всю правду того, что здесь творится. Значит, если здесь умрет свыше трехсот заложников, значит, в этом будет повинено только российское руководство, лично Черномырдин и лично глава республики Дагестан Магомедов. Они мне дали письменное заверение, что обеспечит мне беспрепятственный проезд. В противном случае, почему они, я еще раз задаю вопрос, разрешили мне до Первомайского брать этих заложников. Они могли в любом месте кизляры меня на поле остановить, за кизляром остановить, дальше остановить. Почему-то этого не делали. Сейчас они хотят на нас писать, этих людей. Мы-то их не будем расстреливать. Мы будем обороняться, и, конечно, в кассе живого щита мы вынуждены их держать. Они их расстреляют, соответственно, убьют вместе, если хотят нас убить. Ну, пожалуйста, мы будем драться. Если у нас, да сколько у нас сил хватит, мы будем сопротивляться. Сколько не хватит, значит, там, если суждено будет, мы не боимся смерти. Мы готовы сегодня пойти к Аллаху. Это наша святая мечта, умереть на пути Аллаха. Поэтому, я единственное, вот мне жалко, я хочу, чтобы мировое сообщество, мировая общественность, мировые средства массовой информации знали правду, что смерти этих заложников мы абсолютно невинны. Мы, если будем вины, значит, вины за свои смерти. За смерти заложников, еще раз подчеркиваю, мы невиновны. За это, значит, должны нести ответственность перед новосибирскими семьями, Черном Ирден и Магомедов. Они и нас, значит, и нас подставили, их нам отдали, заложников отдали. И сейчас требуют невозможное. Они пытаются нас загнать в угол. Чем они будут нас загонять дальше в угол, они не знают, что мы для них представляем тем большую опасность. Не оставляя нам никакого хода-выхода, мы готовы пойти на все. На все, абсолютно нам все равно там. Если с нами играют вот эти такие глупые, значит, подлые шутки, игры играют, значит, мы тоже сделаем свой. Мы тоже сделаем свой ход. Мы заняли оборону этого села. Я так рассчитываю, трое-четверо суток мы активно можем вести боевые действия. Значит, здесь лягут еще российские войска. Матери солдаты тоже думают, и тех, кого сюда присылают, их бросили там на снег, без всякого питания, сами передают. И будут штурмовать сюда. А мы, они из поля штурмуют, мы населенных пунктов уже окопались. Значит, сколько есть возможностей, мы их уничтожим и с честью пойдем к Аллаху. С честью пойдем к Аллаху. И следующее, значит, за нами есть вот эти, Магомедовы. Значит, эти, значит, Черномыльдами, значит, не доведут дело по мирному урегулированию этого вопроса. Я даю гарантию, значит, по крайней мере, до Черномыльдами нам добраться будет трудно, но Магомедов за это ответит. У нас там в горах в Чечне остались еще подразделения. В этой операции участвуют два командующих. И вы представьте, что у каждого командующего должны быть свои подразделения. Значит, соответственно, я оставил там дома свои подразделения. У меня достаточно времени было спутниковая связь. Я могу в любое время связаться с домашними подразделениями. Если кто не верит, я могу продемонстрировать это. Значит, многие там сомневаются, что у нас это блеф, паунт. Значит, я им отдал приказ. Если Дагестан, значит, не проявит благоразумие, если дагестанский народ, значит, не проявит благоразумие и не приложит усилия по мирному урегулированию этого инцидента, значит, Магомедов получит еще один кизлер. Я это гарантирую. Значит, тогда пусть он ответит и перед дагестанским народом, и перед, значит, этими заложниками, и перед предстоящими заложниками. Не хотят они, значит, мирно разрешать. Так давайте, значит, мы можем им предложить и другой вариант. Так что нас пугать не надо, не испугливых. Я выполняю, значит, боевой приказ, и я, значит, даю слово, все будет так, как нам и обговаривали в это, в соответствии с нашим соглашением. Значит, они, вот, хотя он указывал, здесь там Дагестан, но договоренность была такая. Я, Магомед Али Магомедович, председатель государства Совета Республики Дагестан, гарантирую беспрепятственный проезд группы Радуи по территории Республики Дагестан до границы Чеченской Республики Ичкеры через блокпост Пермастер. Вот он писал так, но, видимо, я теперь понял, они специально оставили для себя уловки для организации на Ассоцией. Значит, настоящий момент, какова ситуация? У нас в руках находится свыше 160 заложников, которые мы вывезли из Кизляра. Сейчас говорят, что мы их незаконно везли. Я задам один маленький вопрос, и это, если немножко здравомыслящему человеку должно хватать для логического мышления и определения для себя. Если бы мы не по договору вывозили этих заложников, так неужели нас выпустили бы из Кизляра? Почему-то нас выпустили из Кизляра с 160 заложниками, почему-то нас выпустили, дали возможность нам ехать до границы Чечни, а там, когда что-то у них не получилось, значит, они уже предъявляют, мы их остановили, потому что они не имели права. Надо было тогда нам предъявить Кизляре. Вы не имеете права, вы отсюда не выезжаете до тех пор, пока вы не оставляете это заложникам. Вот видите, как подло поступает. Эту подлость нам устроил премьер-министр России и председатель Госсовета Дагестана Магомедов. Поэтому я ответственно заявляю, я за смерть свою и своего подразделения абсолютно не беспокоюсь. Нам все равно где умереть, что здесь в Дагестане, что там в Чечне. Но единственное, если российское руководство в лице Черномырдина, который устроил вот эту подлость и подставил этих заложников, подставил дагестанское руководство, я уверен, что дагестанское руководство стремилось разрешить вопрос мирным путем, но Россия не позволила это сделать. Значит, вся ответственность за смерть, значит, 160 заложников, плюс в этом селе находятся более 100 человек, которые фактически стали опять-таки нашими заложниками, когда начнется штурм, естественно, будет им попадать тоже, естественно, уничтожить это село. Значит, здесь будут разрушения, будут смерти, значит, будут жертвы, как с нашей стороны, как и, причем, даже будут жертвы среди войсковых подразделений, мы же тоже, значит, не так без боя мы не сдаемся и не умираем, сами стреляя от себя. Кроме того, когда нас, значит, нам устроили эту подлянку, грубо говоря, значит, после этого мы вернулись в село Первомайское, захватили здесь блокпост, пленили здесь еще 37 наших сотрудников милиции, не солдат, а сейчас российские средства массовой информации передают в новосибирский ОМОН. Вот это, почему это делают? Чтобы не продать, значит, такое большое значение, это ОМОН, это там подразделения, которые обязаны, это не ОМОН. Я вам сейчас это не отпускаю, я вам сам, я организую встречу с этими, называемыми ОМОНомцами, вчера передавали по времени, по вестям, значит, ОМОН, они захватили 37 человек. Это не ОМОН, это милиция новосибирская, сводный отряд новосибирской милиции. У каждого из них дома есть семьи, жены, дети, если возможность, значит, передайте там, пусть Новосибирск узнает. Вот этих 37 человек тоже правительство России подставило, практически отдало нам, без боя, никакой команды мне отдавали. Мы без единого выстрела полностью разоружили этот блокпост, захватили у них крупный арсенал оружия, где-то 30-40 единиц автоматического стрелкового оружия, гранатометы РПГ-7, много выстрелов, много боеприпасов. Вот сейчас я вам покажу это, люди, они сами объясняют вам. И сейчас они вот муссируют, как бы уничтожить всех, и как бы не ответить перед, значит, родственниками, семьями вот этих уничтоженных людей. Поэтому еще раз я открыванно и открыто, ответственно заявляю. Наши последние требования, мы не выдвигали никаких политических требований, так как выполняли боевую задачу. Не требовали там вывода, войска, не вывода войска, что там требуем, не требуем, это, значит, уже пустые требования, сколько требовали. Значит, мы что сейчас требуем? Коль нас считают террористами, значит, мы, естественно, требуем. Что? Первое, значит, нас в качестве гаранта нам дали делегацию руководства Дагестана во главе с первым заместителем председателя народного собрания. Там был первый замминистра МВД генерал Беев, министр по делам национальности, министр водного хозяйства, там члены госсовета, депутат Российской Федерации. Думы от, значит, это Дагестана, Гамидов. Эти люди взяли, бросили своих 160 заложников, сбежали сами, подставили нас и своих людей, и сейчас они требуют, чтобы мы их отпустили, мы требуем немедленно, чтобы эта делегация вернулась, потому что под огонь эта делегация должна была с нами поехать в Оисхо, посоле Новогрозовске. Если хотим, давай по-справедливому. Давайте, значит, дайте нам эту делегацию сперва, раз. нас, нам предлагают, вы сперва отпустите военных, пленных, 37, оружие им отдайте, потом мы звоним в Москву, там, туда, сюда, идти, хотят с нами игры играть. Значит, этих сотрудников тоже мы не отдаем сейчас. Это нам должна быть дополнительные гарантии, дополнительным щитом для нас будет. Оружие ихнее тоже мы с собой берем. Дайте нам иностранных, возможность сопровождения иностранным журналистам, это будет тоже своего рода сильная гарантия, они абсолютно, значит, для них гарантия будет, что иностранных журналистов не будут стрелять, потому что это уже международный скандал. Нам сопровождение иностранных журналистов, сопровождение, значит, организации, значит, иностранной международной организации, типа Красного Квеста, врачи без границ и так далее. Твердые гарантии и гарантии, заверенные главой республики Дагестан Магомедовым и председателем правительства России Черномыльдина. В противном случае мы вообще отказываемся отсюда уехать и мы готовы принять бой. Неужели вы думаете, что мы глупые и дурные люди? Мы все понимаем. И в Кизилер мы операцию там организовали исключительно потому, что там был военный объект. Там был военный объект. Мы не могли по-другому, потому что вот сейчас видите, сегодня все возмущаются. Почему чеченцы там совершили боевую операцию на территории Дагестана? Почему вы до сих пор не возмущались? Почему с территории Дагестана обстреливают чеченское население? Вот почему об этом? Вот тогда почему никто не возмущался? Почему тогда никто не требовал? Давайте вывезти, значит, военную базу с территории Кизляра. Они уничтожают наш братский мусульманский народ. Мне сейчас говорят, мы же братцы мусульманы. Как ты можешь на территории братцев мусульман? А как вы можете на территории мусульман держать военные базы против своих же братцев мусульман? Вот так все это взаимосвязано. Давайте не будем углубляться сейчас в этих спорах. Я вас убедительно прошу, если вы действительно, значит, заинтересованы в вызволении своих людей из заложников, значит, примейте те меры. Сюда, значит, сделайте живой щит вокруг села, чтобы по нас не открыли, значит, штурмовый огонь, потому что в противном случае мы вынуждены будем обороняться, будем вести боевые действия. Значит, в селе Первомайском, если кто не знает, находятся свыше ста человек мирного населения, свыше ста человек мирного населения, которые вообще не хотят отсюда уходить. Вы, неужели вы не представляете, что вы уже этих людей тоже ставите в ранг заложников? Вы убьете российские федеральные войска, и нас убьют, и этих заложников убьют, и этих мирных жителей убьют, и полностью стырут с лица земли, и это село Первомайский, потому что мы вынуждены обороняться. Мы это делаем вынужденно, но я еще раз заявляю, значит, нас испугать не надо, значит, мы не испугливы, мы смерти не боимся, значит, во всем этом виноват Магомедов. Требуйте у Магомедова исполнение своего мужского слова, и все завершится мирно. Магомедов имеет реальный возможность сегодня нас, если он хочет действительно, значит, навести в Чечню, и мы всех мирных людей отпускаем. Значит, не хотят они этого, значит, хотят войны, значит, я не знаю. Я не советую воевать, это ненужные кровопролития. Мы готовы сегодня принять любой бой от российского вооруженного силы, любой. Поэтому и впредь я заявляю, значит, я, дальнейшие переговоры, и руководители, значит, боевых подразделений, мы договорились, дальнейшие переговоры мы будем вести только с председателем государственного совета Магомедовым, с которым мы и начали переговоры. А так, если там кто-то хочет, министр МВД, там встретится, министр по делам национального, мы направим к ним соответствия своих представителей. Вот такова ситуация. Вы все поэтому приезжаете к Магомедову и требуете у Магомедова заложников. Требуете живыми своих людей, родственники, соплеменники, земляки. Эти заложники остались в Пермайском исключительно по линии Магомедова. Вот у Магомедова требуете. Пусть Магомедов приезжает, договорится, уже двое суток идет, значит, эти заложники тоже не, ну мы их не притесняем, но они все равно заложники, это же не свободные условия. А Магомедов до сих пор не разу с нами, не соизводится, не разу. Поэтому, если он глава республики, почему он так, значит, бросил 200 своих соплеменников, 200 граждан? Неужели наш проезд, 4-500 боевиков, значит, неужели этот проезд дороже жизни 200 людей? Как это все это делается? Ради каких-то политических интриг они подставляют мирных людей и потом нас обвиняют в этом. Вот так, значит, еще раз приношу извинения, что я много говорил, значит, если же единственное, значит, сейчас добавить тому, что я сказал, значит, командующий юго-восточного направления, полковник Истрапилов. И он тоже нашу общую позицию, наши общие взгляды, наши общие требования, он добавит. И давайте послушайте нас и сделайте из этого вывода. Я вас убедительно прошу. Один фактор в том, что это была не диверсионная акция, а чисто направленная против уничтожения народа Дагестана. Это была войсковая операция, потому что в этой операции участвовали два командующих фронта, ни одного командира диверсионного подразделения там не было. Поэтому я вам еще раз заявляю, что это было направлено против России, не против народа Дагестана. Наша главная задача была уничтожение вертолетной базы, авиабазы и войсковой части. Так как, по нашим данным, туда должно было поступить оружие, также в скором будущем там должен был в военной базе где-то в этом районе располагаться фильтрационный лагерь. Поэтому была проведена войсковая операция, но в связи с тем, что у нас были ранены, и с тем, что расцвело, обратного хода не было, потому что когда мы направлялись в населенный город Кизляр, по всем инстанциям российских постов передавали, что Исрапилов направляют с трехсот боевиками на территорию Дагестана для совершения террористического акта в России. Это так передавали у нас ездили. Тем более, значит, милиция оказала сопротивление. Единственное, там, значит, милиция не из своей республики, но надо отметить, что единственное, кто там нормально поработал, это городская милиция города Кизляра. У нас после этой милиции первые жертвы, первые ранены, поэтому мы вынуждены были зайти в больницу. Там передавали по средствам массовой информации, что мы захватили больницу роддом, а в это время мы контролировали большую половину города Кизляра. Больше половины города Кизляра. Значит, полностью авиабаза уничтожена, там механический завод, где маленькие самолетики делали, там мост через Терек. Единственное, что правду сказали, что чеченские боевики контролируют снайперами мост через Терек. То есть Терек разделяет город на две части. Одну часть города мы полностью контролировали. Значит, у нас в руки к нам попало свыше трех тысяч заложников. Сейчас многие пытаются там муссировать разного рода слухи, там домыслы вокруг этой операции. Так как операция была боевая, войсковая операция с главной целью уничтожения военного объекта. Исключительно поэтому мы и отдали трех тысяч заложников. Если бы мы не отдали трех тысяч заложников, мы бы сегодня, наверное, чувствовали себя намного спокойнее с тремя тысячами заложниками, чем сегодня с этими трехсот заложниками. Вот сейчас пытаются, нас там обвиняют, что террористы, там мирористы убивают мирных людей, там Дагестан, мы никого абсолютно не убили. Всех, даже вот, значит, у нас есть информация, после того, как мы вышли оттуда, русские войска специально расстреляли людей мирных. Значит, есть ориентировки, там сейчас говорят, после этого начали туда бить, из пушек бить начали, и снайперов начали, с чего? Вчера даже буквально передают, что до сих пор чеченские боевики окажут сопротивление снайперами в городе Кизляне, когда там никого у нас нет. Уже мы ночью, утром, уже под утро вышли, они передают, что там до сих пор идут боевые действия. Значит, поэтому, вот, поэтому задача была, значит, нанести боевой удар по вертолетной базе, мы боевую задачу выполнили, значит, мы прекрасно осознаем, что мы делали, что мы сделали. Мы, нас сейчас пытаются пугать, там, родственников расстреляют, там, нас уничтожат, да ради Бога, нам все равно, где умереть. Мы, смертники, солдаты, генерала Дудаева, мы выполняем приказы Дудаева. Нам, умереть, выполняя приказ Дудаева, мы считаем для себя самой святой мечтой, выполняя указ, приказ главнокомандующего президента, это самая святая мечта, что может быть святее этого, этой мечты. Поэтому нас не надо сейчас пугать, что там расстреляют родственников, да если всех родственников приведут и поставят там, мы уже, значит, уже второй год воюем, и неиспугливы. Ради освобождения Чечни от российского ига, ради свободы и независимости, мы готовы пойти на любые жертвы. На жертву всех родственников, и даже на самопожертвование. Поэтому мы сейчас предложили, вот сейчас к нам не допускают иностранных журналистов, специально не допускают, с тем, чтобы они сейчас хотят кровавую здесь развязать, значит, такую трагедию здесь, штурмом нанести удар, значит, ликвидировать всех заложников, иначе в противном случае полностью село находится в наших руках. Значит, после того, как нам устроили эту подлянку под Первомайском, хотя была гарантия Черномыльдина и главы республики Дагестан, что нам обеспечит беспрепятственный проезд на территорию Чечни до поселка Ойсвар, значит, такая у нас есть письменная гарантия, подписанная Магомедовым. Они устроили нам, грубо говоря, так подлость, не выполнили свое слово, и где-то там, это самое, там, под разными педлогами, что там мост взорвали через реку, никакого моста не взорвали. Мы ехали в сопровождении, значит, заложников, там 160 заложников было, и 20-25 человек, гарант, в карте гаранта, это представители власти Дагестана. С милицейского сопровождения, сзади нас сопровождала боевая единица, значит, это российских войск. Вертолетами взяли, без всякого обстреляли колонну. Вот как нагло себя ведут. Никакого слова и никакой веры. Значит, мы поверили. В принципе, сейчас, как бы ни было, если мы сегодня, может, нас кто-то считает террористами, кто-то нас считает диверсантами, кто-то нас считает вообще, может, бандитами, извергами, варварами, как кто хочет, так и считает. В меру своего понятия. Мы себя считаем воинами Аллаха. Мы ведем святую войну, значит, за независимую свободу своей республики, своего государства. Поэтому, как бы ни говорили это, то мы готовы сегодня, если наши требования не будут выполнены, значит, российской и дагестанской стороной, сторонами, значит, мы готовы принять здесь решающий бой. Мы об этом вчера заявили. Значит, принять здесь смерть. Но в этом случае, в этом селе находится очень много... Ну, извините, что я долго говорил-то, потому что вся эта распадка, вся эта распадка настолько важна, что каждая мелочь, деталь определяет в принципе и правильно, и вообще для понятия неправильной стороны. Вот так. Все это, значит, сейчас нас пытаются там где-то противопоставить чеченцы, дагестанцы, там муссируют, что мы там... Ексин тоже специально, так говорит, чеченцы вторглись в аварию, хотя нет такой республики аварии. Потом аварию собирается резать чеченцево, сюда, сюда. Значит, запугивает нас. Если вы это не сделаете, то не сделаем. Записи с этого же радиостанции. Мы его записали еще до того, как еще прибыли в Кизляр. Вот. Так что, уважаемые дагестанцы, братья-мусульмане, я вам еще раз, я хочу попросить вас, не поддавайтесь в эту авантюру. Не поддавайтесь. Это неправда, это ложь. Все ваши заложники, я их даже не хочу называть заложниками, это наши братья и сестры. Они находятся в прекрасном состоянии. Тот, кто хочет убедиться, может прислать своего представителя, представителя митинга. Вот. Единственное наше требование, это сопроводить нас в населенный пункт Новогрозный. Эти требования не выполнены вашим же президентом. Он подставил не то, что нас, и не то, что вот этот маленьких людей, которых вообще ни во что не считает этот ваш президент. И свое правительство тоже. К нам вот, как Салман Радуев сказал, что вот предъявляет претензии, якобы мы дали пощетину Дагестану. Нет. Пощетину дала Россия тем, что обстреляла правительство Дагестана. И это говорит, что о чем? О том, что Россия абсолютно не считается с правительством Дагестана и не с дагестанским народом. Это еще раз Россия показала свое натуральное лицо. Вот что показала Россия. И сейчас она хочет показать именно то. Сегодня именно хочет штурмовать, потому что им невыгодно было выпустить боевиков отсюда. Правильно, естественно. Потому что они опасные, они несут правду людям. Мы вам ответственно заявляем, если у нас не будут представители Международной Организации Красного Креста, также иностранные журналисты, также представители по правам человека, мы готовы принять бой. Готовы принять бой. И я вам заявляю, что ни Альфа, ни Бетта, ни Гамма, ни одно подразделение просто так этот населенный пункт не возьмет. Аллах велик. И Божий закон еще никому не было дано, чтобы его кто-то нарушил. Кроме Всевышнего. Так что запомните, дагестанцы, у ваших некоторых коллег, то есть высшестоящего начальства, сегодня, сегодня Аллаха заменил Ельцин, а Коран заменил Кодекс Российский. Так что не поддавайтесь этому. Эти марионетки, которые продались России, они работают, работают на них. И стараются, стараются столкнуть нас с вами. Так что не поддавайтесь этой авантюре. Сандующий Юго-Восточного фронта полковник Исрапилов. Спасибо. Лампочка включи, светлый. От арт-обстрелов еще светлее. Так что воины Аллаха всему привыкли уже. Салман, вы расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Чем вы занимались до войны и как для вас началась война, почему вы стали воевать? О себе немножко скажите. О себе я так особо не хочу рассказать никому. Я, значит, до войны работал главой одного из районов Чеченской республики, Ичкерия. Я всегда мечтал о мире. Я сам по образованию экономистом. Учился где-то 7-8 лет. Потратил, чтобы закончить два института экономических. Потом, значит, аспирантуру. Мечтал всегда об экономическом развитии нашей республики. Вот, значит, Российская Федерация навязала нам войну, агрессию и вынудила нас, многих чеченцев, тысячи тысяч чеченцев взять за оружие. И практически она сделала нас сегодня боевиками. Вот так, значит, коротко. А ваша семья сейчас в Чечне находится? У вас среди родственников есть пострадавшие от войны? Среди родственников есть пострадавшие. Остальные родственники находятся в Чечне, некоторые за пределами Чечни. Конечно, они все не в безопасном месте, потому что, значит, для них и как для родственников многих полевых командиров, командующих, значит, представителей военного командования, им всегда угрожает, значит, преследование российского, значит, российской спецслужбы. Поэтому меру возможности мы тоже будем пытаться защищать и родственников, и себя от ненужных таких вариантов исхода. Вот так. Скажите, пожалуйста, что вас заставило пойти в Кизляр, на Кизляр? Какие цели вы ставили перед собой? Значит, я и вчера, и позавчера, и многим журналистам объяснял, вот сейчас российские свиста массовой информации представляют все иначе, как всегда. Когда мы на территории Чечни ведем боевые действия, скажем, вот, к примеру, с 13 декабря, по 21 декабря, вы, может, слышали, в Удермесе шли ожесточенные бои. Это как раз было мое подразделение, я командовал боями в Удермесе. За 8 дней мы, значит, нанесли такое сокрушительное поражение российским оккупационным войскам. Значит, по минимальным, значит, подсчетом мы уничтожили там свыше трех тысяч солдат и офицеров русской оккупационной армии, до 80 единиц бронетехники, сбили три вертолета, нас взяли огромный трофей оружия, а по телевизору передавали первый день там два убитых, три с половиной ранены, как всегда. Какой бы бой не проводишь, они передают один убитый, полтора ранены. В рот, эти средства массовой информации, в рот. Здесь у нас в Кизляре были с нами пленные из Гудермесской операции. Значит, что заставило нас, значит, совершить боевую операцию в Кизляре, значит, в городе Кизляре дислоцируется вертолетная база. По крайней мере, дислоцировалась до 9 января. 9 января, значит, этого года в результате нанесенного массированного удара мы полностью уничтожили эту базу. Там, ну, к большому сожалению, там не много оказалось вертолетов. Всего три вертолета, несколько единиц бронетехники и до 100 человек личного состава охраны аэродрома. У нас, значит, почему именно 9 числа мы атаковали эту базу, я объясню. У нас работают свои источники, значит, своя разведка. И получили мы ориентировку, что 8 января на вертолетную базу города Кизляра прибывает, значит, 8 военно-транспортных вертолетов и с большим арсеналом вот этих ракет, нурцев. Это перевалочная база. Туда прилетают, садятся эти вертолеты, и потом оттуда по всем вертолетным подразделениям группировки Российской ООС в Чечне распределяют эти нурцы. Чтобы с каждым вертолетным, значит, подразделением отдельности не вести боевые действия, мы решили уничтожить эту базу и решить эту проблему. Было очень трудно, потому что надо было туда отправить мощный диверсионный отряд, надо было проникнуть сотни, ну, не сотни, но огромные территории надо было, причем очень хорошо укрепленные территории. Мы прекрасно знали, что против нас стоят больше 2-3 тысячи, человек личного состава вооруженных сил России, значит, причем там по некоторым признакам, так как нас было много, за 500 боевиков, мы не смогли, значит, обеспечить полную скрытность и, значит, внезапность этого диверсионного удара. Как-то ушла немножко, значит, информация, и в день, значит, мы, когда мы въезжали, за день даже, когда мы въезжали к Кизляр, там на постах, блокпостах передавали ориентировки. Диверсионный отряд, фамилию называли мою, под командованием Радуева, движется в глубь Кизляра, то есть в глубь Дагестана, там для совершения террористического акта. Когда мы тронулись с одного перевалочного места, даже, значит, мы у нас, единственное, что нам сильно нам помогло, это то, что у нас была сильная аппаратура радиоразведки, мы имели радиоперехваты одновременно на 8 блокпостах российских войск, сразу расшифровывали их кодовые, значит, передачи, у нас были специалисты, русские специалисты, которые мы раньше пленили, они знали все коды, все возможные варианты по связям, лучшие специалисты, нам все полностью выдавали информацию, у нас с собой была станция космическая, сегодня есть станция космической связи, оперативную информацию передавали туда, куда необходимо, значит, и потихоньку колонной 8 единиц машин двигались на территорию Кизлярна. Следствие, вот сейчас многие, вот я, я один раз видел, но рассказывали, что там Ельцин ругал генералов, как они, мол, так, такую территорию прошли, столько блокпостов проехали, да еще 2-3 поста уничтожили, и еще не успели там это передать информацию о том, что движется диверсионный отряд Кизляр, но я и не хочу особо обвинять российские войска, это я так отношу, это они абсолютно не виновны, значит, мы сделали предварительно хорошую разведку, в таких случаях я готов признать и противника, каким он не был, значит, этим случаем, в таком случае я считаю, что не противник виноват, мы проявили более, значит, ловкие, значит, возможности, и проникли на территорию города Кизляра, свободно на, значит, на 8 единиц автотранспорта, буквально, значит, подъехали к военной авиабазе, значит, вертолетной базе, буквально за 40 минут мы нанесли массивный удар, полностью уничтожили эту базу, уничтожили там 3 вертолета, там 2 или 3 единицы бронетехники, и до 100 человек лично составом. Я говорю по каким-то, ну, я не знаю по каким причинам того, что там нам, ну, мы должны были найти, того этого не было. Там не было 8 вертолетов, может, по 3 причинам, я сегодня не могу пока, значит, выяснить, почему так произошло. Во-первых, может быть, пошла уточка информации, или, может, нас специально туда завели, дав нам ложную, значит, ориентировку, и, возможно, это тоже, потому что источник был из вооруженных сил России, который на нас работал. Ну, мы выясним потом, там, тот, кто останется жив после этой операции, если даже мы все здесь умрем, там у нас остались еще боевые отряды, вот они, значит, разберутся с этим источником. Во-вторых, значит, могла пойти утечка от нас информации, предупредили, поэтому не прилетели, может быть, испугавшись, то мы нанесем удар. И в третьем варианте просто, видимо, могли и не успеть туда прилететь, именно в этот день. А мы ждать, значит, за 500 человек сесть в Кизляре, незамеченном ждать, пока прилетят вертолеты, мы, естественно, не могли. Поэтому, ну, посчитав, что для нас, для большой такой команды три вертолета, это мало, мы решили попутно и снять войсковую часть, гарнизон, военный городок. И этот городок находится 100-200 метров от больницы. мы вариант захвата заложников во время боевой операции не планировали, но говорить, что там вообще не планировали где-то захватить больницу, это было бы каким-то вот там уловками, трюками, я говорю чистую правду. Больницу мы предусматривали как самый экстренный, самый такой, уже когда мы, у нас нет другого выхода, значит, когда проваливается вся операция, в таком случае интересом самозащиты мы вынуждены были захватить эту больницу. Ну и неужели вы думаете, что мы глупые, дурные люди? Мы все понимаем. И в Кизляр мы операцию там организовали исключительно потому, что там был военный объект. Там был военный объект. Мы не могли по-другому, потому что вот сейчас, видите, сегодня все возмущаются. Почему чеченцы там совершили боевую операцию на территории Дагестана? Почему вы до сих пор не возмущались? Почему с территории Дагестана обстреливают чеченское население? Вот почему об этом? Вот тогда почему никто не возмущался? Почему тогда никто не требовал давайте вывести значит, военную базу с территории Кизляра? Они уничтожают наш братский мусульманский народ. Мне сейчас говорят, мы же братья мусульманы. Как ты можешь на территории братья мусульманы? А как вы можете на территории мусульман держать военные базы против своих же братья мусульман вот так все это взаимосвязано давайте не будем углублять сейчас вот этих споров я вас убедительно прошу если вы действительно значит заинтересованы вызволение своих людей из заложников значит примите те меры сюда значит сделать и живой щит вокруг села чтобы по нас не открыли значит штурмовый огонь потому что противном случае мы вынуждены будем обороняться будем вести боевые действия на селе 1 маска вместе кто не знает находится свыше ста человек мирного населения свыше ста человек мирного населения которые вообще не хотят вы неужели вы не представляете что вы уже этих людей тоже ставите в ранг заложников вы убьете российские федерации федеральные войска и нас убьют и этих заложников убьют и это мирно жителей убьют и полностью струт с лица земли и это село первой маски потому что мы вынуждены обороняться мы это делаем вынуждены но я еще раз заявляю значит нас пугать не надо значит мы не испугливы мы смерти не боимся значит во всем этом виноват магомеду дагестанцы братья мусульмане я вам еще раз я хочу попросить вас не поддавайтесь в эту авантюру не поддавайтесь это неправда это ложь все ваши заложники я их даже не хочу называть заложниками это наши братья и сестры они находятся в прекрасном состоянии тот кто хочет убедиться может прислать своего представителя представителя митинга вот единственные наши требования это сопроводить нас населенный пункт новогрозные эти требования не выполнены вашим же президентом он подставил не просто нас и не то что вот этот маленьких людей которых вообще не даже не во что не считает этот ваш президент и свое правительство тоже нам вот как салман радуй сказал что вот предъявляет претензии якобы мы дали пощечина дагестану нет пощечина дала россия тем что обстреляла правительство дагестана и это говорит что о чем о том что россия абсолютно не считается с правительством дагестана и не с дагестанским народом это еще раз россия показала свое натуральное лицо вот что показала россии сейчас она хочет показать именно то сегодня именно хочет штурмовать потому что им невыгодно было выпустить боевиков отсюда правильно естественно потому что они опасны и они несут правду людям мы вам ответственно заявляем если у нас не будут представители международной организации красного креста также иностранные журналисты также представители по правам человека мы готовы принять бой готовы принять бой и я вам заявляю что не альфа не бета не гамма ни одно подразделение просто так этот населенный пункт не возьмет аллах велик и божий закон еще никому не было дано чтобы его кто-то нарушил кроме всевышнего так что запомните дагестанцы у ваших некоторых коллег то есть а вышестоящего начальство сегодня сегодня а аллаха заменил ельцин а коран заменил а кодекс российский так что не поддавайтесь этому эти марионетки которые продались россии они работают работают на них и старается старается столкнуть нас с вами так что не поддавайтесь этой авантюре командующий юго-восточного фронта полковник и срапилов салман вы расскажите пожалуйста немножко о себе чем вы занимались до войны и как для вас началась война почему вы стали воевать о себе немножко сказать себе я так особо не хочу расскажет никому я значит до войны работал главой одного из районов чеченской республики чкерия значит я всегда мечтал о мире я сам по образованию экономист учился где-то 7 8 лет потратил чтобы закончить два института экономических потом значит аспирантуру мечтал всегда экономическом развитии нашей республики российская федерация навязала нам войну агрессию и вынудила нас многих чеченцев тысячи тысяч чеченцев взять за оружие и практически она сделала нас сегодня боевиками коротко а ваша семья сейчас в чечне находится у вас среди родственников есть пострадавшие от войны среди родственников есть пострадавшие остальные родственники находятся некоторые чечне значит конечно они все не в безопасном месте потому что требуете у магомедова исполнение своего мужского слова и все завершится мирно магомедов имеет реальный возможность сегодня нас если он хочет действительно довезти в чечню и мы всех мирных людей отпускаем не хотят они этого нас хотят войны значит я не знаю я и советую воевать это ненужное кровопролитие мы готовы сегодня принять любой бой от российского оружия носил любой поэтому и впредь я заявляю значит я дальнейшие переговоры и руководители боевых подразделений мы договорились дальнейшие переговоры мы будем вести только с председателем государственного совета магомеда с которым мы начали переговоры а так если там кто-то хочет министр мвд там встретиться министр по делам населения мы направим к ним соответствия своих представителей вот такова ситуация вы все поэтому приезжайте к магомедову и требуйте у магомедова заложников требуйте живыми своих людей родственники и соплеменники земляки эти заложники остались пермазком исключительно повлияния магомедова вот у магомедова требуйте пусть магомедова приезжает договорились уже двое суток идет нас живут эти заложники тоже не но мы не притесняем но они все равно заложников это же не свободные условия а магомедов до сих пор не разу поэтому если он глава республики почему он так значит бросил 200 своих соплеменников 200 граждан неужели наш проезд 4 500 боевиков значит неужели это проезд дороже жизни двухсот людей как это все это делается ради каких-то политических интриг они подставляют мирных людей и потом нас обвиняют в этом вот так еще раз приношу извинения что я много говорил значит если единственное значит сейчас добавить тому что я сказал командующий юго-восточного направления полковник истропилов и он тоже нашу общую позицию наши общие взгляды наши общие требования он добавит и давайте послушайте нас и сделайте из этого вывода я вас убедительно прошу один фактор в том что это была не диверсионная акция а чисто направленная против уничтожения народа дагестана вот это была войсковая операция потому что в этой операции участвовали два командующих фронта ни одного командира диверсионного подразделения там не было поэтому я вам еще раз заявляю что это было направлено против россии не против народа дагестана нашей главной задачей было уничтожение вертолетной базы авиабазы и войсковой части так как по нашим данным туда должно было поступить оружие также в скором будущем там должен был военной базе где-то в этом районе располагаться фильтрационный лагерь поэтому была проведена войсковая операция но в связи с тем что у нас были ранены и с тем что расцвело обратного хода не было потому что когда мы направлялись в населенную в город кизляр по всем инстанциям российских постов передавали что исрапилов направляют с трехсет боевиками на территории дагестана для совершения террористического акта в россии это так передавали у нас есть записи с этого радиостанции мы его записали еще до того как еще прибыли в кизляр вот так что уважаемые и